Наш канал приветствует всех! К этому часу мы собрали следующие новости. Появилась дата старта финального события третьей главы Fortnite. Для Rocket League представлен новый ивент. Джеймс Кэмерон анонсировал графический роман по вселенной Аватар и многое другое. Разработчики однобитной Метроидвании Astronight выпустили свежий трейлер, в котором объявили дату ее релиза – 30 ноября. Игра появится на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В ней пользователям предстоит исследовать большую карту с различными зонами, искать секреты, а также сражаться с рядовыми врагами и боссами. Evil Liquorice назвала дату выхода своего дебютного проекта Retro Gadgets в ранний доступ в Steam. Это должно произойти 30 ноября. По задумке авторов, пользователи смогут создавать, кодировать и настраивать свои собственные гаджеты. Студия реализовала полную интеграцию Steam Workshop, что позволит загружать, проверять и реконструировать проекты друг друга. Rocket League объявили о проведении мероприятия Nike FC Cup, приурочного к грядущему чемпионату мира по футболу. Событие начнется в игре 17 ноября и продлится до 6 декабря. Оно принесет 10 внутриигровых заданий и награды, ивент Fan Clash и ограниченный по времени режим FC Shadow Down LTM. Разработчики симулятора Creature Lab сообщили о переносе даты релиза. Так, вместо 17 ноября она выйдет 19 января 2023. Причины не сообщаются. Напомним, Creature Lab – это симулятор сумасшедшего ученого от первого лица, где пользователям необходимо создавать монстров, используя различные зелья, реагенты, детали и части тела. Джеймс Кэмерон в интервью Total Film анонсировал графический роман «Аватар. Возвышенность». В его основу легли идеи, которые не попали в финальную версию фильма «Аватар. Путь воды». Цитата. В какой-то момент я сказал «Просто закончу с этим и посмотрю, получится ли из этого фильм». Так я и сделал. Получился сценарий на 130 страниц. В нем было недостаточно неожиданного, но история была слишком хороша, чтобы просто отказаться от нее. Конец цитаты. В итоге Кэмерон вместе с командой включили самые важные части в следующие фильмы серии «Аватар», а остальное представят в качестве графического романа, премьера которого ожидается 6 декабря. Инди-разработчик SQR-3Lab объявил, что в ближайшее время Sub-Row Underwater Discoveries появится в раннем доступе Steam. Точная дата пока не называется. Проект представляет собой симулятор исследования океана с использованием подводной лодки на дистанционном управлении. Автор обещает много видов различных обитателей, затонувшие корабли, гидротермальные источники и другие элементы. Ubisoft выпустила новый трейлер шутера Tom Clancy's Rainbow Six Siege, представив отряд Ghost Eyes, в который войдут оперативники-невидимки, к примеру, Кавьера или ZERO. Также разработчики пообещали раскрыть подробности 4 сезона 7 года проекта на презентации, которая пройдет 21 ноября. Команда Outsiders, ранее Virtus.pro, победила на главном турнире осени по CSGO IEM Rio Major 2022, обойдя в финале коллектив Heroic со счетом 2-0. Победители получили 500 тысяч долларов и прямое приглашение на IEM Catowise 2023 и Blast Premier Final 2022. Heroic за второе место забрала 170 тысяч долларов. Paramount Plus показала первый тизер-трейлер грядущего сериала 1923 с Харрисоном Фордом. Сюжет проекта развернется между шоу Yellowstone и его приквелом 1883 и расскажет историю Джейкоба Даттона и его жены, которым предстоит столкнуться с различными событиями той эпохи, к примеру, исторической засухой и Великой Депрессией. Премьера запланирована на 18 декабря. Epic Games официально анонсировала финальное событие третьей главы Королевской битвы Fortnite. Оно получило название Fracture. Его начало запланировано на полночь 4 декабря по московскому времени. Других подробностей пока нет. NCSoft представили первый геймплейный ролик многопользовательского шутера с футуристическим открытым миром под рабочим названием Project LLL. В нем показали битвы против различных противников с использованием штурмовой винтовки и дробовика, сражения в мехе, а также неизвестного монстра, уничтожившего арену сразу после своего появления. Релиз игры ожидается в 2024 году на ПК. Аниплекс и CyberConnect 2 выпустили новый трейлер игры Demon Slayer Kimetsu Noyaba The Hinacami Chronicles. В нем показали следующего играбельного персонажа – Гютара. Он станет доступен вместе с грядущим DLC 16 ноября. Благодарим за просмотр! Если вам понравилась свежая подборка новостей, оставляйте мнение о ней в комментариях. Также не забывайте заходить к нам в Telegram и TikTok. Ссылки на них можно найти в описании под видео. Спасибо!